С начала ноября в Дагупилском крае в Вишчах открылся дневной центр для лиц с нарушениями духовного характера. Сегодня у нас в крае особый день. Мы реанимировали дневной центр для лиц с душевными нарушениями, тех лиц, которые в проекте деинстуализации прошли оценку, оценивание, и им в их потребностях нужен именно услуга дневного центра. Поэтому в Дагупилском крае еще возможность реанимировать этот центр. И вот сегодня мы хотим показать, что действительно он работает, действительно с большими ресурсами. Мы как специалисты и планируем его загрузить каждый день, весь полный рабочий день. И не только из ДАИ проекта клиентами, но будем думать тоже про клиентов, которые не проходили оценивание в ДАИ проекте, которые будут на финансировании самоуправления. Мы работаем всего лишь вторую неделю, но результатами на данный момент мы довольны. Нас с удовольствием посещают наши клиенты, которые живут в ДАУГАПЕЛСНОВАДЕ. Винни Гарри Гатрауцеми и ВИСИ состоят в деинстуализации. В этом знаменитом процессе они все состоят. И очень многим составлены адбастопланы, которые наш клиент должен посещать ДНС-центр, чтобы они развивались. Мы пытаемся их развить, обучить. Мы предоставляем массу других услуг, мы сопровождаем их. Во-вторых, так как мы живем на районе, очень многих чувство самосохранения не развито. Мы пытаемся их этому обучить. Здесь они могут воспользоваться, обучиться таким навыком, как пользоваться стиральной машиной, пользоваться компьютером. Люди с нарушениями духовного характера обеспечиваются подготовительными мероприятиями для перехода в жизнь в обществе. На установленном в этом году на озере Стропе-Пантоне после активного сезона появились трещины. По словам заместителя руководителя управления коммунального хозяйства Артура Джеринша, все трещины уже ликвидированы. Потрескавшийся понтон не представлял собой никакой опасности для гуляющих по нему, так как повреждения были лишь поверхностными и не уходили вглубь. Производитель устранил их в рамках гарантийного обслуживания. В Дагу пилсе по подозрению в квартирных кражах, совершенных в разных городах, была задержана группа лиц. К двум из них применена мера пресечения полицейский надзор. 8 и 11 ноября в Резакне-Екопилсе-Салос-Пилсе-Риге были совершены квартирные кражи. Подозреваемые в этих преступлениях были задержаны в тот момент, когда после очередной кражи приехали в Дагуфпилс. 11 ноября было задержано 4 человека – мужчины, 91, 89, 2000 и 95 годов рождения, которые ранее уже попадали в поле зрения стражей порядка в связи с аналогичными преступлениями. Министерство образования и науки выступило с предложением в течение 4 лет создать инновационные центры в Цесисе, Дагуфпилсе, Венспилсе и Лепое. Общая сумма расходов составит 7 миллионов 60 тысяч евро. В Латвии выпускники школ меньше интересуются карьерой в области науки и технологий, чем в среднем в странах ЕС. А в народном хозяйстве не хватает специалистов в области IT и инженерии. У инновационных центров в Цесисе, Дагуфпилсе, Венспилсе и Лепое будет разная специализация. В Цесисе это будет освоение космоса, в Дагуфпилсе – бизнес, в Лепое – экология, а в Венспилсе – естественные науки. 22 ноября в 16.00 в Дагуфпилском арт-центре имени Марка Ротко в сотрудничестве с художественной галереей Михаила Савицкого будет открыта персональная выставка живописи белорусского художника Леонида Щемелева. Леонид Дмитриевич Щемелев работал во всех жанрах станковой живописи. Портреты, пейзажи, натюрморты выходят из-под его кисти в эмоциональной и образной манере. В его произведениях переплетается поэзия и история, городские улицы и сельские пейзажи, боль войны и радость победы. Кишечный вирус подкосил 57 детей в Смилтонской школе. По словам заместителя директора Смилтонской средней школы Инны Сырайскумы, на прошлой неделе в четверг у многих детей вечером началась рвота и диарея, которые продолжались в пятницу утром в школе. Школа вызвала врача-эпидемиолога и отменила мероприятия, приуроченные к государственному празднику. Дети смогут вернуться в школу только со справкой от врача, что они здоровы. В здании, где произошло заражение, учатся 185 детей начального школьного возраста и 129 дошкольников. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Латвию в первом-втором квартале 2020 года. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Глава Беларуси отметил, что сейчас идет активная подготовка к визиту, и он очень ждет возможности посетить Латвию. Но поездка должна быть хорошо проработана, принести пользу, поэтому необходимо время для подготовки. Латвийская ассоциация вещательных организаций предлагает ввести налоговые льготы за местный контент. Латвийская ассоциация вещательных организаций разработала несколько предложений по укреплению медийной среды, в том числе предлагает ввести налоговые льготы для тех, кто создает местный контент. Для улучшения ситуации Ассоциация рекомендует уменьшить ограничения на рекламу и смягчить другие ограничения на деятельность СМИ, чтобы обеспечить латвийским СМИ равные условия конкуренции с иностранными. По мнению Ассоциации, улучшения нужны и общественным СМИ. Чтобы этого добиться, нужно обеспечить их выход с рекламного рынка. Также важно немедленно четко определить функции Национального совета по электронным СМИ. Продолжение следует...